Меценаты доставили в республику резервуар для хранения медицинского кислорода. Объём цистерны составил 8 кубометров. Глава государства выразил слова благодарности меценатам от имени народа Республики Южная Осетия за помощь, оказанную в борьбе с пандемией. Это для нас было очень важно, нужно. Во время пика заболеваемости COVID-19 действительно сложилась серьёзная обстановка с кислородом, с запасами кислорода. Мы благодаря усилиями Министерства здравоохранения, непосредственно Министерства здравоохранения Юрия Феликсовича, всё это удалось избежать благодаря оперативному реагированию по поставке кислородных баллонов. Но острая необходимость была бы в стационарной ёмкости, которая бы действительно была и которая бы позволила нам не беспокоиться о кислороде, о жидком кислороде, о медицинском кислороде. И эта ёмкость сегодня доставлена вами. Я хочу вам выразить благодарность непосредственно вам. Хочу выразить благодарность Зуцеву Илье Дмитриевичу, с которым близко переливались, и Кукоеву Казбику Керменовичу, и Пухову Олегу Сергеевичу. Это те люди, которые поняли всю важность и необходимость вот этого оборудования и сами же решили помочь Южной Осетии в приобретении вот этой ёмкости. Анатолий Бибилов также отметил, что очень много людей изъявили желание помочь Южной Осетии в борьбе с коронавирусом. Это всё действительно позволило нам пройти вот этот тяжёлый путь с наименьшими потерями. К сожалению, не обошлось и без смертей. Более всего 70 человек у нас скончалось от коронавируса. Для маленького общества это, конечно же, очень серьёзная цифра. Президент выразил уверенность, что резервуар вместе со всеми другими возможностями позволит примерно на месяц обеспечить процесс бесперебойной поставки кислорода в медицинские учреждения Республики Южная Осетия. У нас есть ещё договорённость тоже. Такие люди, которые беспокоятся за Южную Осетию, тоже заказали кислородную станцию. Это уже в Санкт-Петербурге, он уже делается. И я думаю, что в конце февраля, начало марта, уже эта станция будет тоже доставлена. И, конечно, хочу поблагодарить Инава Витальевича, пользуясь случаем, вы здесь вместе, вместе приехали, тоже поблагодарить за эту помощь, которая была оказана с его стороны, со стороны тех ребят, с которыми они скооперировались, как говорят, и доставили много лекарств, ещё одна партия лекарств. Я, насколько понял, прибудет завтра, в эти дни. Это тоже очень важно и необходимо. И в этом плане ещё раз огромное спасибо за то соучастие в борьбе с коронавирусом, которое в данном случае вы оказали. Владимир Алкацев со своей стороны поблагодарил главу государства за радушный приём. Я очень люблю бывать в Южной Осетии, но, к сожалению, не так часто это удаётся. Но та ситуация, которая сложилась, позволила мне приехать сюда с этой миссией и представлять тех людей, которые в тот момент, когда шла вторая война, и все были обеспокоены той ситуацией, в которой оказалась республика. Конечно же, это решение было не спонтанным. Наблюдая и мониторивая ситуацию, старшие товарищи приняли решение быстро сосредоточить какие-то средства и оказать помощь республике. Но мы знали, что параллельно из других регионов идёт помощь. И чтобы не дублировать те средства защиты, которые уже идут, я принял решение связаться с Георгием Феликсовичем. Мы посадили ситуацию, и он сказал, что очень важно было бы сейчас получить такой резервуар, такую ёмкость для хранения резервного кислорода. И тогда мы нашли предприятие в Свердловской области, которое делает подобные ёмкости. Провели с ними сложные переговоры, потому что очень большая очередь, большая потребность в стране этих резервуаров. Нам удалось их уговорить и в кратчайшие сроки изготовить эту ёмкость. Также Владимир Алкацев отметил, что те люди, которые принимали участие в приобретении резервуара, никогда не оставались равнодушными к тому, что происходит на их исторической родине. Вторая волна нас опять объединила. И слава богу, что есть такие здоровые силы в нашей нации, в нашем народе, которые готовы всегда прийти на помощь и оказать ту посильную помощь, которая возможна и необходима для нашего народа. Эльвира Тибилова, Рауль Кочиев, Заре Марсоева. Информационный выпуск сегодня.